Боровое основано в 17 веке возле реки Усмань. Являлось сторожевым поселением. Местные охраняли город Воронеж от набегов врагов с восточной стороны. В основном здесь жили казаки. Они несли службу, были военнослужилами. Им выделяли землю и освобождали от налогов и повинностей. Название Боровое говорит само за себя. В этой местности был густой лес. В 1585 году вместе с образованием Воронежа было первое упоминание об этом поселении. Но не указался ни статус его, ни величина. И в 1615, по некоторым данным, 30-м году уже было в дозорной книге, в дозорной летописи написано, что это село. Село очень крупное. Действительно, оно было интересно построено. Оно вытянуто в виде одной улицы вдоль реки Усманка. И эта улица теперь Степанова. Улица Степанова, она очень-очень длинная. И она была разделена условно на несколько частей. Вот та территория, на которой стоит церковь, она называлась Поповка. Дальше была территория, к которой примыкало поселение. Это была Сельская или Селецкая. Влияние украинских говоров здесь слышно. Дальше часть называлась Ключевская, потому что там до сих пор бьет ключ, источник. И самая последняя часть была Конец или Концовка. То есть, как атаманские отряды делились на сотни, это же перешло и на название улиц. Вообще интересна судьба названия улиц, села. Здесь они менялись слишком часто. Потом улицу переименовали в Советскую, потом в улицу Мира, а потом в улицу Степанова. Это революционер, который принимал активное участие в установлении советской власти в Воронеже. А когда поселок присоединили к городу, он теперь у нас считается в черте города, некоторые улицы получились как бы дублирующие. Здесь была улица Мира и в Воронеже была улица Мира. Поэтому улицу в очередной раз переименовали. Была улица Платонова, перед этим она называлась Редковская, потому что поселения были очень редкие. Ее переименовали в улицу Тютчева. То есть, вот здесь такая интересная закономерность. На каждой улице можно найти пять или шесть исторических названий. Вот улица 30 октября, она называлась здесь Картошечная. Местные выращивали здесь картофель и перерабатывали в крахмал. А потом перевозили его на ближайшую станцию в Сомово. В селе жило порядка двух тысяч человек к концу 19 века. Возвращаясь к прошлому, села Борового в 1644 году. Оно не устояло от набегов татар и было полностью уничтожено. Это стало поводом строительства новой каменной церкви. Через два года он возродился. Его восстановили. И дальше от реки Усманки стали улицы вверх постепенно нарастать. Украшение села – старинная Троицкая церковь с тремя пределами. Она была построена в 1794 году. До этого здесь стоял деревянный храм. Строили церковь на средства местных жителей. Большую часть денег дал священник, отец Николай. И церковь была выстроена. Он же и спонсировал постройку церковно-приходской школы, которая сейчас находится, к сожалению, в запустении. Но она была совершенно уникальная. А вот церковь построена по старым традициям древнерусского зодчества. Здание церкви является объектом исторического и культурного наследия региона. Ее никогда не реставрировали и не ремонтировали. Только после перестройки здесь впервые были применены восстановительные работы. Вскоре возобновились и службы. Боровое место рождения известного политического деятеля России. В 1869 году здесь родился будущий известный земский деятель, врач и публицист Андрей Иванович Шингарев. Автор книги «Вымирающие деревни». Он предсказывал революционные потрясения. Говорил о низком культурном уровне населения и его ужасающей нищете. В 1917 был арестован большевиками. В 1918 убит. Не обошло Боровое тяжелое время войны. Здесь развернули госпитали. А главная стратегическая цель была защита железнодорожного моста, построенного через реку Усмань. Село бомбили сильно. Многие дома были разрушены полностью. И шли большие составы на Сталинград, везли продовольствие. Так вот, останавливались и определенную часть отдавали местным жителям и солдатам, которые здесь были. Мизерные были вот эти пожертвования. Но, тем не менее, военные делились с местным населением. Вскоре для безопасности местное население выселили полностью из Борового. А сельские дома использовали в военных целях. Трехметровые прорывали траншею с тыла этого дома, с задней части. По бокам ставили снаряды, там какие-то лавки, чтобы солдаты отдыхали. Они пробивали стену, и дуло орудия выходило через стену в сторону Воронежа. Его было не видно. А внутри все это засыпали песком, кирпичами, ломом каким-то, чтобы все это дело укрепить. То есть сверху дом как дом, а на самом деле это дзод. Госпиталь развернули в местной школе. Она была построена в 1914 году. Оно считалось лучшим церковным строением вообще у нас в Воронеже, в Центральном Черноземье. По красоте, по дизайну, по прочности постройки, по характеру интерьера. В школе могло учиться больше 300 учеников. Образование получали и мальчики, и девочки. Здесь дети учились до начала перестройки, а потом здание опустело. Бывшая школа и сейчас уже почти полностью разрушенная, привлекает внимание. Все, что напоминает о красоте – оставшаяся стена фасада. Здание находится в списке объектов культурного наследия Воронежской области. Боровое современное и многоэтажное стало после того, как в 2010-м здесь сгорела часть леса. На месте пожарища стали строиться дома. И так село превратилось в город. Жизнь здесь по-прежнему привольная. Городской комфорт и природа соединились.